Как здорово, что есть праздник Рождества! Амэн! Халлэлюя! Мне кажется, таких праздников нету. Других таких праздников нету. Если бы вы сейчас спросили, что лично для меня значит этот праздник? Потому что здесь очень много эмоций. Достаточно выехать в город, и ты увидишь, как много украшенных зданий, счастливых женщин, которым мужья дали деньги. С каким счастьем они опустошают магазины. С каким счастьем продавцы расстаются с товарами. Понимая, что они перевыполнили план всех продаж. И они уже планируют, где будут встречать Новый год. Одни счастливые берут, другие счастливые отдают. И все счастливые, и все радуются. Я думаю, что, что же здесь самое главное? Вот тебя бы спросили. Его бы спросили. И его бы могли спросить. А что для тебя? Самое главное. Во время Рождества встретиться с друзьями? Это отлично. Отличный полот. Сделать подарок ближнему. Но это обязательно. Не забыть сделать то, что ты должен сделать своим детям, своей жене, своему мужу. Что же самое главное? Я тоже задавал себе вопрос. Что лично для меня является главным нервом? Или главной эмоцией рождественского праздника? Ну, вот на таком уровне, на котором я нахожусь, при таком возрасте, который я сегодня имею, при таком жизненном опыте, который я сейчас обладаю, в общем, я обнаружил внутри себя, вот, на мой взгляд, главную эмоцию или главный нерв. О чем мне говорит Рождество? Рождество мне говорит о том, что у Бога не останется бессильным никакое слово. Когда я слышу слово Рождество, когда я вижу вот эту праздничную атмосферу, когда я вижу эту предпраздничную суету, у меня внутри пульсирует одна мысль. что у Бога не останется бессильным никакое слово. За 700 лет пророки провозгласили, что придет Мессия за 700 лет. Кто-то верил, кто-то перестал верить, кто-то ждал, кто-то перестал ждать, но наступил день, когда пастухи были на поле, когда небо открылось, когда ангелы явились, и они провозгласили, Рождество это самое яркое доказательство, это самая убедительная манифестация. Бог верен. Все, что Он сказал, Он все исполнит. всякое пророческое слово, которое когда-либо звучало в твою судьбу или в мою судьбу, мне Рождество говорит, что если слово стало плотью и обитало с нами, полное силы и благодати, если Бог исполнил это слово, то Он исполнит всякое другое пророческое слово, которое когда-либо звучало в моей жизни. Итак, главная мысль Рождественского праздника у Бога не останется бессильным. Никакое слово. Все будет так, как ты сказал, и мы получим все, что ты нам обещал. У Бога нет бессильных слов. Скажи вместе со мной, у Бога нет бессильных слов. Еще раз. А теперь на латышском. Вы вместе скажите, Девам нет беспечного варда. Аминь. У Бога не останется бессильным. Никакое слово. Атмосфера Рождества утверждает мою веру. Все, что Бог сказал, это все да, и это все аминь. Моя вера зависит не от того, что происходит на земле. Моя вера. зависит от того, что в личном мне сказал мой Господь. Аминь. Вера от слышания. От слышания от слова Божьего. И пусть в это рождественское настроение, пусть во время рождественских праздников наша вера станет еще тверже. если уж Христос родился, о котором за 700 лет предрекли пророки. У меня добрая новость. Нам не надо ждать 700 лет. Нам чуть поменьше нам осталось ждать. Нам осталось чуть-чуть ждать. И всякое слово, которое когда-либо говорил Господь в твою жизнь, в твою жизнь, в мою жизнь, все слова и все обетования в нем. Да? И все обетования в нем. Аминь. Аллелуйя. Все будет так, как ты сказал, и мы получим все, что ты нам обещал. Аминь. Рождество это манифестация Божьей верности. Это манифестация Божьей любви. Бог так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Поэтому атмосфера Рождества утверждает мое упование и мое убеждение. Бог остается верен за всяким сказанным пророческим словом стоит максимальный авторитет моего Господа. Рождество это манифестация его верности и любви. Это манифестация его верности и его любви. Аминь. Итак, тема проповеди. У Бога нет бессильных слов. Девам нет безопасности у человека есть. Он может бросаться словами. Он может обещать и ничего не сделать. Он может обнадежить и разочаровать. Но мой Бог, если сказал, то Он исполнит. Он никого не разочаровал. Он никого не подвел все обетования в Нем. Да. И все обетования в Нем. Аминь. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Почему? Потому что Слово, исходящее из уст Божьих, оно не возвратится к Нему тщетно, пока не исполнит то, для чего оно послано. Аминь. Словом Божьим были сотворены небо и земля. Слово Божье это гарантия гармонии и прочности Вселенной. Слово Божье это Его законы, это Его принципы и Его гарантии. Вот почему мы здесь, вот почему каждый день мы открываем эту самую мудрую книгу, в которой Бог открывает свою волю и блажен человек, который трепещет перед Словом Божьим. Аминь. Потому что этот человек обратит на себя внимание нашего Господа. Если ты чтишь Слово Божье, то Бог почтит тебя. Итак, у Бога нет бессильных слов. Запомните это на всю жизнь. Люди бросаются словами, но Бог никогда. Каждое слово, сказанное Богом, оно воплощается в жизнь. каждое изречение, оно становится материей, оно становится историей, оно становится биографией. Всякая идея и откровение, озвученное Богом, становится сюжетом нашей великой истории. И чем больше Божьего Слова воплотилось в жизнь, тем счастливее и благословение эта судьба. Смысл моей веры. Я слушаю Слово, я принимаю это Слово, я растворяю это Слово, и чем больше Божьего Слова формирует мое мышление, мое мировоззрение, мои жизненные ценности и мою судьбу, тем я счастливее, защищеннее, успешнее и благословение. Амин! О, Бога нет безсильных слов. Итак, первое место, давайте откроем это Евреям 10 глава. Читаем 35 стих. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Не оставляйте упования вашего. Что такое упование? Это есть комплекс наших убеждений, это комбинация наших жизненных принципов, которые построены на библейских законах. Упование это система моих убеждений, обоснованная на библейских принципах. Мы верим Богу, который сказал, если вы прощаете, и вам будет прощено. Если вы судите, то и вас будут судить. Бог сказал, если ты десятину приношь в церковь, то небо будет открыто. Если ты смиряешься, Бог смиренным дает благодать, а гордым Бог противится. Это всего лишь несколько принципов, которых на самом деле сотни. Мое упование, это когда я на вооружении беру Божьи принципы, и на этих принципах я строю свои жизненные убеждения. понимаете? И здесь Павел говорит, не оставляйте вашего упования. Правильно делайте, что верите. Правильно делайте, что исполняете слово, потому что ваше упование имеет великое воздаяние. Скажи, мое упование имеет великую награду. Скажи, каждый из нас имеет от Бога великую награду. Амин. Самое главное, друзья, не менять правила во время игры. Самое главное, чтобы во время игры не менять правила. Если мы признали Бога архитектором своей судьбы, то об этом мы говорим каждый день. Об этом мы говорили вчера, об этом мы говорим сегодня, и об этом мы будем говорить до тех пор, пока этот великий архитектор не выстроит шедевр под названием благословенная судьба. Скажи, я имею от Бога великую награду, и мое упование не сделает меня нищим. Мое упование на Господа не сделает меня бездомным и не успешным лузером. Мое упование сделает меня головою, а не хвостом, и я буду наверху, а не внизу. Мое упование имеет великую награду. Амин. Для того, чтобы дойти до этой награды, нужны некоторые условия. читаем 36-й. Терпение нужно вам, чтобы исполнивши волю Божью, получить обещанное. Господь обещал награду, и она придет, и мое упование помогает мне дойти до своего финиша и получить эту награду. Но от старта, когда я начал верить, когда я вооружился этими правилами игры, до финиша есть дорога, и там нужно выполнить определенные условия. Терпение нужно вам. Вот сам себе скажи, терпение нужно мне. То, что тебе жена об этом каждый день говорит, это ясно. То, что тебе муж говорит каждый день об этом, это ясно. а теперь ты сам себе скажи, мне нужно терпение, терпение и еще раз терпение. Что делать, когда терпение заканчивается? Надо включать долго терпение. А когда долго терпение заканчивается, включаешь супер долго терпение, а выхода другого нету. Амэн. Только терпеливые люди. А что такое терпение? Терпение это дисциплина души. Для того, чтобы запомнить некоторые тезисы, надо их вслух озвучить. Скажи, терпение это дисциплина души. Это дисциплина, это самообладание. Это когда может быть желаемое не совпадает с действительным. но ты должен делать то, что ты начал делать. Вчера была прекрасная елка, детский праздник. Здесь был великолепный спектакль. К концу я подошел на эту сцену и молился за родителей и детей. Руководитель этого проекта Виктория Семенцова это просто уникальная женщина. Она просто умничка. Давайте ей аплодируем. Она просто молодец. Она просто уникальная женщина. Такой театр, такой спектакль, такой сюжет. Я подошел к ней и говорю, слушай, ну какая же ты молодец. Никто тебя в спину не толкает. Никто не молится за тебя. Не освобождает тебя каждый день. Бесов не изгоняет каждый день. Не утешает. Но ты идешь и все. Ты просто супер. И знаете, что она мне сказала? Я откровение получил. Она говорит, пастор, супер ответственность это когда ты ходишь перед людьми. Орешь на всех. Строишь всех. Бля ужас какое слово. Короче, когда ты злеешься и называешь всех кто рядом с тобой, кто вокруг тебя. Я понял, что супер ответственность это ходить перед людьми. А просто ответственность это ходить перед Богом. И не обращать внимания, что тебе говорят люди, а делать то, что ты должен делать. независимо от того, хлопают тебе в ладоши или не хлопают в ладоши. Я говорю, Вика, я беру на вооружение. Мы должны, друзья, быть просто ответственными. Ходить перед Богом. Набраться терпения и исполняя волю Божью, закусив у дела, взяв в кулак свои эмоции, верить в награду и дойти до нее. Амин! Оставь супер ответственность. Возьми просто ответственность перед Богом и продолжай делать то, что ты всегда делал. Амин! Смотрите, кому терпение нужно. Терпение нужно не тем, кто ждет благословения, лежа на диване. гулять с диваном. Зачем ему терпение? Терпение нужно, когда ты проповедуешь, когда ты жертвуешь, когда ты берешь смелые проекты, когда ты берешь такие на себя обязанности. Вот здесь нужно терпение в процессе, терпение в служении, терпение в активном развитии. Амин! Поэтому сегодня я кому-то хочу сказать, это же ты взвалил на себя какую-то ответственность. Любую. В бизнесе, в служении, в семье, да где угодно. Пожалуйста, дойди до финиша. Пусть Бог даст тебе терпение. Терпение это самообладание. Это дисциплина души. Это признак силы. Когда ты никому не жалуешься. Когда тебе плохо-плохо, но никто об этом не знает. Вот я до сих пор пытаюсь овладеть этим искусством. Иногда выходит, иногда не выходит. Но мы должны вот свою плохую энергетику или плохое настроение оставлять где-то там. Сто лет оно кому нужно. Давайте все-таки освоим это искусство самообладания. Потому что человек владеющий собою он лучше завоевателя города. Аминь. Итак, терпение нужно нам, чтобы исполнивши волю Божью получить обещанное. Аминь. Скоро мне нужно терпение, мне нужно самообладание, я буду дисциплинировать свою душу и я дойду до финиша. Скажи, я дойду до финиша и я получу обещанное. У него нет бессильных слов. Все, что Бог обещал, он все исполнит. Халлелуя! Рождество говорит мне о том, что люди дошли до финиша и что на финише наш Бог как справедливый судья он каждому побеждающему даст великую награду. Халлелуя! Следующий 37 Ибо еще немного очень немного и грядущий придет и не умедлит. Следующее волшебное слово еще немного очень немного когда ты задаешь вопрос когда мы все спешим нам хотелось чтобы это произошло уже вчера а оно сегодня не происходит Господь сказал Авраму что у тебя будет сын но он ему не сказал когда Господь нам сказал что мы будем матерью тысячи церквей но только не сказал когда Господь нам сказал что у нас будет христианское правительство а не сказал когда он сказал что у нас будут праздники поклонения но не сказал когда а нам хочется знать что произойдет и когда ну к примеру 21 декабря чтобы прошел конец света те люди которые конкретизируют даты послушайте внимательно вот в пятницу собрались специально в этот зал чтобы встретить конец света собрали главных ответственных пасторов и лидеров я прошел за каждым столиком сидели люди я говорю не пропустите 21 декабря в 21.00 я буду молиться чтобы все благополучно и мне никто не верил вроде бы нам кажется дайте конкретные даты а когда вам дается конкретная дата а конкретика нас не впечатляет ребята не наше время не наше дело знать времена и сроки скажи не мое дело знать времена и сроки времена и сроки это компетенция бога понимаете а наша компетенция набраться терпения и дождаться моя компетенция дождаться не сегодня так завтра не завтра так послезавтра но я знаю что бог меня не разводит бог пообещал и он это все исполнил амэн не наше дело знать времена и сроки наше дело дождаться скажи мое дело набраться терпения исполнивши волю божью дойти до финиша мое дело дождаться еще немного очень немного и грядущий придет и не умедлит короче не спеши повернись по соседу скажи не спеши не спеши если что-то еще не исполнилось то что бог говорил куда спешить все придет в свое время другому соседу скажи всему свое время у бога есть сроки у бога есть часы у бога есть свои времена и когда придет время это произойдет когда придет правильное время тогда произойдут правильные вещи амен хозяином времени является не человек хозяином времени является бог амен поэтому еще немного очень немного и грядущий придет и не умедлит я бы не хотел абстрагировать эту фразу грядущий придет и не умедлит давайте откроем луки 2 глава и прочитаем 25 стих и 26 у бога нет бессильных слов у бога не останется бессильным никакое слово все что бог однажды говорил однажды это исполнится сроки во власти господа время во власти господа в правильное время которое назначил бог происходят правильные события амен и нам очень часто не суждено заранее знать конкретные даты но интрига всегда удерживает нас в рабочей форме отсутствие конкретных дат создает интригу и эта интрига некоторого неведения заставляет нас мобилизовать свои усилия и говорить ну может быть сегодня может быть завтра может быть послезавтра и слава богу за это смотрите грядущий придет и не умедлит о грядущем миссии было сказано одному человеку в Иерусалиме там много было разных людей но один из них его звали Симеон это священник служитель я не знаю в каком возрасте но по крайней мере однажды бог ему сказал ты не умрешь ты не умрешь ты не вкусишь смерти при жизни ты увидишь христа господня произойдет такой момент вполне возможно Симеон спросил господа а когда это будет когда мне будет 50 лет когда мне это будет 48 лет или это когда мне будет 90 лет а господь скажет жди очень скоро очень скоро и как я думаю что здесь вполне вероятно шли долгие годы и даже десятилетия давайте прочитаем тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон он был муж праведный и благочестивый чающе утешение Израилева и Дух Святой был на нем ему было предсказано Духом Святым что он не увидит смерти до коли не увидит Христа Господня не оставляет упования вашего которому предстоит великое воздаяние это в полной мере вкусил Симеон он очень хорошо знал и не теоретически но практически что означает терпение которое нужно было чтобы исполнивши волю Божью получить обещанное Симеон не теоретически но практически понял что означает еще немного очень немного и грядущий придет это он повторял каждое утро когда шел в храм это он говорил каждый Пурим когда наступал этот праздник может быть в это время я увижу Христа Господня но вот не происходило проходили годы проходили десятилетия и он ходил и снова и снова говорил я не умру если мне Бог сказал что я не вкушу смерти пока не увижу Христа Господня умирать мне рано даже когда 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 у него врачи обнаруживали болезни и говорили что у тебя неизлечимая болезнь он ухмыляясь говорил я не умру я буду жить и возвещать дела Господни потому что Бог сказал мне что я не вкушу смерти пока не увижу Христа Господня от чего зависит наше упование наше упование зависит не от диагноза врачей наше упование зависит не от кризисной ситуации которая вокруг нас наше упование зависит не от мнения разочарованных друзей и родственников которые могут крутить у виска и говорить хватит выжил из ума ну мало ли что ты где-то когда-то услышал не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Новому поколению 23 года. И я внимательно слежу за тем, чтобы наше упование оно не надломилось. И мы каждый год и год за годом провозглашаем то, что нам обещал Бог. И когда меня спрашивают, когда? Не знаю, когда. Но то, что это произойдет, это сто процентов. Амин! Представляете, какие еще качества нужны человеку, чтобы дождаться? Нам необходимо терпение. А здесь написано еще про этого человека. Он был праведный и благочестивый. Скажи, праведность и благочестие. Это еще важные попутчики. Это еще важные качества, которые помогут нам дождаться и получить обещанное. Любить правду. Не разменивайся на ложь. Тот, кто возлюбил правду и возненавидел беззаконие, этот человек дождется, дождется великой награды. Амин! Дальше. Этот человек написано, он чаял утешения Израилева. В других переводах написано, что это был человек, который верил, что Бог пошлет того, кто утешит скорбящий народ. Сегодня мы живем в Латвии. И когда смотришь, что делает правительство, когда смотришь, что за система экономическая, отношение к старикам, к детям, к матерям, вы знаете, слезы появляются на глазах. Думаешь, кто утешит? Да никто. Каждый думает о самом себе. Я никогда не забуду этой встречи, когда заехал на заправку. И когда я рассчитывался за бензин. Эта женщина, которая стояла на кассе, у нее глаза были полные слез. Чужой человек. И я говорю, что с вами случилось? И она просто раскололась постороннему человеку. Это что? А что не платить? Куда мы идем? Я 50 лет отработал на стройке здесь в Латвии. А пенсию мне назначили, рассчитали только за последних 8 или 10 лет. Я же на эту страну работал. Я не знаю, как выжить. Уехать нет возможности. Оставаться нет возможности. Прокормить себя нет возможности. Не дай Бог заболеют. Там вообще все. Что делать? Я стою, как беспомощный ребенок. У меня ничего не остается только. Я скажу, слушайте, но есть Бог. Если вот на этой земле нет справедливости, но на небе есть справедливость. Остается только уповать на Господа. Ир придет Господь. Он изменит эту ситуацию. поднимет смелых людей. Утешит скорбящие сердца. Поднимет нас с колен. И она человек пророчества. Что мог говорить? Она смотрела на меня сквозь слезы. Одно только говорила. Дай Бог. Дай Бог. Я говорю, а на кого еще остается уповать? Вы знаете, кто дождется успеха? Кто дождется награды? Люди неравнодушные. Люди сострадательные. Люди, которые могут сопереживать с теми, кто страдает вокруг них. Симеон это человек, который видел беззаконие в Израиле. Который видел язвы общества. Который видел и педофилию, и проституцию, и коррупцию, и религиозный застой, и фарисейство. Ну, короче, весь джентльменский набор загнивающей страны, он все видел. И он понимал, ничего не поменяешь. Ничего не изменишь. Да ты хоть лоб разбей. Всякий протест гасит. Подними голос за истину. Тут же ты окажешься в черных списках. Господи, ты видишь, что мы хотим перемен, но мы не сможем сами осуществить эти перемены. Поэтому вмешайся в нашу сумасшедшую беззаконную жизнь. Все-таки есть такие люди, которым не по барабану, не все равно, что происходит вокруг. Вот на этих людях наш Бог заостряет свое внимание. вот что такое благочестие, вот что такое праведность, вот что такое патриотизм, вот что такое настоящая вера. И Дух Святой был на нем. Мы можем только сделать одно. Приготовить путь к Господу. Мое упование, мое сострадание, моя ревность, она может одно. Взорвать внутри эту молитву, которая была бы просто воплем моей души. И этот бы вопль достигал престола Божьего. Восстань, Господь, и рассеются мои враги, и все ложные боги исчезнут с лица земли. Симеон слышал от Бога, что придет Мессия и начнутся перемены. Придет Мессия и закончится беззаконие. Придет Мессия и эта судьба поменяется. Придет Мессия и отпустит измученных на свободу. Это было упование. Это была его мечта. Это была его молитва. Поэтому каждый день, приходя в храм, Боже, может быть, сегодня. Но нет, так нет. Следующая мысль. Место встречи изменить нельзя. Если ты хочешь получить обещанное от отца, ты не должен бегать из одного места в другое место. Если Господь дал Симеону это поприще быть священником в церкви, в храме, то он ему сказал, если ты хочешь увидеть Христа Господня, ты его встретишь не на базаре, ты его встретишь не на полях, ты его встретишь не на дачах, на том месте, на котором тебя Бог поставил. На этом месте тебя ожидает великая награда. Не уходи из церкви, не уходи из своего служения, не уходи со своего священства, потому что твоему упованию предстоит великое воздаяние. Амин. И вот годы идут, десятилетия идут, беззаконие умножается, кризис усугубляется, как сегодня мы смотрим, что, куда мы катимся, куда катится наша страна, Боже мой, где перемены. Друзья мои, источником перемен является наш Господь. И дальше читаем, и пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, ныне отпускаешь раба твоего владыка по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение, которое ты приготовил для всех народов. Наступил день, Писание говорит, он по вдохновению пришел в храм, наступил день, который он ждал всю жизнь. Это день Икс, это запланированные сроки, это запланированные Богом даты, о которых мы не можем, о которых мы можем ничего не знать. Мы можем только знать, что место встречи изменить нельзя. Если меня Господь поставил на этом месте, я должен терпеливо проходить предлежащее мне поприще. Я должен иметь терпение, чтобы, исполнивши волю Божию, вы знаете, героизм заключается в том, что ты каждый день исполняешь простые обязанности. Вот это есть героизм, когда ты должен делать то, что ты должен делать. Это есть ответственность перед Богом. И наступит однажды этот вдохновенный день. Это историческая встреча. Симеон как-то по-другому чувствовал себя. Этим утром он встал и встал необычно. Его сердце трепетало. И несмотря на преклонный возраст, он почти летел в храм. Он предчувствовал, сегодня что-то произойдет. Сегодня будет что-то необычное. Вроде тот же Иерусалим. Та же булыжная, мостовая. Вроде тот же храм. Одевает те же одежды. Но атмосфера другая. Атмосфера другая. Предчувствие чего-то. Вроде ничего особенного. Ангелов нет. Нету каких-то созвездий. И нету никаких салютов. Но сердце колотится. Сердце колотится. Он выходит. И там ритуал был. Целая очередь родителей, которые с младенцами стояли за благословением. Кстати, когда мне говорят, как вы практикуете крещение младенцев, обратите внимание, здесь не было крещения младенцев, здесь было благословение младенцев. Родители брали младенцев и приходили в храм. И там священники брали на руки младенцев и пророчествовали, и благословляли. И смотрите, стоит очередь. Я думаю, господи, это как нужно определить? Сколько там было в этой очереди людей? 50 человек? 60 человек? 100 человек? Ну, по крайней мере, было очень много. А все младенцы одинаковые. Это только на иконах пишут, как будто ребенок лежит со взрослым лицом. На самом деле, у Иисуса было такое же. Он младенец. Этим все сказано. Он был младенец с младенческим лицом. И представляете, я думаю, ну, как можно было из 100 младенцев выбрать главного и спророчествовать ему то, что он пророчествовал. Вы понимаете? Это было не просто, как интуиция подсказала. Или религиозная смелость. Взял какой-то вася и говоришь, это Иисус, а Бог, эй, не тот, не тот. Возьми он того через три младенца. Понимаете, это было вообще чудо. Дух Святой был на нем. Скажи, Дух Святой был на нем. Вот почему он не ошибся. И представляете, когда дошла очередь, Иосиф и Мария подошли к нему, он взял младенца и Бог ему проговорил, это твой час. Это тот момент, который ты ждал. Это спасение для всех народов. Это твоя награда. Друзья мои, обычно на этом празднике заканчиваются. Младенец Иисус Христос. Да не видел Симеон младенца. Он сквозь этого младенца видел уже искупительную миссию Сына Божьего. Посмотрите, Дух Святой сошел на Симеона. Он взял младенца. И что он сказал? Он благословил Бога, который объяснил однажды, что ты не вкусишь смерти, пока не увидишь Христа Господня. Что стоит за строчкой? Благословил Бога. Он сказал, Бог, у тебя не останется бессильным. Никакое слово ныне исполнилось то, что ты говорил. Ныне исполнилось то, к чему я так долго шел. Видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил перед лицом всех народов. Он видел судьбы других стран. Он видел судьбы Европы. Он видел судьбу Америки. Он видел судьбу Азии. Он видел измененную судьбу Африки. И он говорил, я держу в руках не просто обыкновенного младенца. Видели очи мои спасение, которое ты приготовил для всех народов. Это трепетный святой момент, который произошел в жизни этого человека. Великая награда получить от Бога и держать в руках то, что явится спасением для окружающих людей. Я обязательно и убежден на все сто процентов должен сказать, что все, что рождается от Бога, оно победит этот мир. Мало ли или большое еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. И вот Симеон пророческим взглядом, он смотрит в будущее и он говорит, видели очи мои. Я отвечаю на вопрос, а что видели очи его, а очи его, пророческие очи, пророческий взгляд в будущее, видел спасение народов по всей земле, потому что в этот момент исполнились не только мечты Симеона, в этот день исполнились мечты ветхозаветных пророков, которые возвещали в будущее. Они умерли, они не получили обещанного, но они вздирали в будущее и радовались тому, что какие-то поколения они будут счастливыми получить то, о чем мы за 700 лет, за 600 лет провозглашали в будущее. А что произошло, что видели очи Исаия 9 глава, она описывает этот пророческий взгляд в будущее, то, что видели очи пророка Симеона в первом году новой эры, об этом пророки видели за 700 лет. Прежнее время умолилась землю Завулонову, но последующее время возвеличит приморский путь. Он чаял утешение Израиля. Он мечтал о том, что беззаконие искоренится. Он мечтал о том, что человек будет мерой всех ценностей. Он мечтал о том, чтобы семьи были защищенными и счастливыми. И вот исполняется это великое слово прежнее время умолило эту землю, но последующее время возвеличит путь приморский. Симеон, ты мечтал о переменах и перемены грядут. Рождество это водораздел, после которого начинается новый завет, новое лето исчисления. И пусть сегодня для кого-то из нас этот водораздел сегодняшнего Рождества он перелеснет страницу проклятия и откроет страницу благословения в прежнее время. Умолила эту землю, покрыла ее беззаконием, кровью, проклятием, но с рождения Иисуса начинается новая эра, новое лето исчисления, и эта эра возвеличит то, что вчера было проклято. С рождением Иисуса поменялась шкала ценностей, пророческий взгляд, контраст и глубокие перемены в прежнее время умолила эту землю, но последующее время возвеличит путь приморский. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, Рождество Иисуса напоминает створение мира, когда земля была безвидна и пуста, но Дух Божий носился над водою, и Господь сказал, да будет свет, и стал свет, и здесь народ, ходящий во тьме и живущий в тени смертной, где грех, болезни, проклятие, безысходность, безнадежность, бессмысленность, и вот в этом проклятии, на этой земле, которая была покрыта тьмой, вдруг прозвучал Божий голос, да будет свет, и стал свет, и этот свет осветил эту землю, ночь закончилась, и наступил новый день, день великой милости, день великой любви, прощения, спасения и искупления, Господи, открой наши духовные глаза, чтобы для нас это не был просто рождественский очередной праздник, открой духовные очи, и пусть в последующее время время твоих откровений возвеличит путь, восьмой стих, третий стих, ты умножишь народ, увеличишь радость его, он будет веселиться перед тобою, как веселяться во время жатвы, как радуются при разделе добычи, я сегодня утром молился и этот стих так глубоко врезался в мое сердце, это пророческое слово, которое сегодня звучит, в каждое неравнодушное сердце, в каждое неравнодушную судьбу, ты умножишь народ, ты возвеличишь радость его, мы будем видеть растущие церкви, они переполнятся, и это не будет собрания разочарованных, больных, нищих людей, Бог увеличит радость, в наши судьбы вернется торжество, депрессия будет уничтожена, вечером водворялся плач, а наутро Господь утверждает радость, это пророческое слово, которое звучит в сердца всех неравнодушных людей, этот народ будет веселиться перед тобою, веселиться как во время жатвы, и радоваться как при разделе добычи, я кому-то сегодня хочу пророчествовать, ты увидишь свою жатву, и ты будешь видеть свою добычу, добыча моя не уйдет от меня, я верю, все вернется назад, добыча моя не уйдет от меня, я возвращу потерю всемирократ, Рождество это 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 великая жатва, это великая добыча, твой труд не тщетин, терпение нужно, чтобы исполнивши волю Божию, увидеть свою жатву, увидеть свою добычу, увидеть свой рост, и увидеть великую победу, во имя Иисуса Христа, если ты веришь этому, скажи я дойду до Венеша, я увижу свою жатву, все, что я сеял, оно не умрет, оно принесет великий плод, мои глаза увидят великий урожай, урожай в лице спасенных душ, во имя Иисуса Христа, и все, что дьявол украл, он вернет, семеро крат, скажи моя добыча не уйдет от меня, и дьявол вернет в семь раз во имя Иисуса, скажи если прежнее время умолило эту землю, последующее время возвеличит ее, возвеличит ее, возвеличит ее, возвеличит ее, пророчеству десять раз скажи, возвеличит ее, возвеличит мой дом, возвеличит мой бизнес, возвеличит мою страну, возвеличит мою церковь, несколько минут молись на языках, пусть это слово растворится, Бог умножит народ, Господь увеличит радость, Господь даст урожай, и вернет твою добычу, я молюсь сейчас, Господь, о каждом человеке, я прошу тебя благословить каждого мужчину, и каждую женщину, пусть никто не поколеблется, пусть никто не оставит своего упования, пусть каждый из них дает до финиша во имя Иисуса Христа, пусть каждый с земли пашет, который пашет свое поле, пусть он увидит великий урожай, великий урожай, великую жатву, и пусть радость придет, великая радость придет, и торжество победы во имя Иисуса Христа, амин, амин, почему это произойдет? По какой причине это произойдет? Кто дает нам гарантию этих перемен? И кто клянется в своей верности? По какой причине придут эти перемены? Ответ 6 стих Ибо младенец родился нам, сын дан нам владычество на раменах его? И нарекут ему имя чудный советник, бог крепкий, отец вечности, князь мира. По какой причине я могу рассчитывать на перемены? Я сам эти перемены никогда не смогу осуществить. есть тот, который сказал, без меня не можете делать ничего. Перемены придут только потому, что младенец родился нам. Сын дан нам. Скажу, перемены в моей жизни придут только по одной причине. младенец родился нам. Скажи несколько раз, младенец родился нам. Младенец родился нам, латышам. Младенец родился нам, русским. Младенец родился нам, европейцам. Младенец родился для того, чтобы и спасение, принадлежало всем народам. Амин. Младенец родился нам, и сын дан нам. Писание говорит, владычество на раменах его. Вроде младенца держал, а видел владыку мира. Я вчера посмотрел, что такое на раменах его. Владычество на раменах его. Это плечи. Плечи. Если говорить нашим современным языком, владычество это погоны с большими звездами. Это царь всех царей. И Господь всех господствующих. Вот почему перемены гарантированы. Скажи, перемены гарантированы, потому что владычество на раменах его. Бог, потому что Он князь этого мира. Потому что Он отец вечности. Потому что Он царь всех царей. И Господь всех господствующих. Вот какая награда была. То, о чем мы с вами говорим, представляете, Симеон держал все. И он видели очи мои спасение, которое ты приготовил всем народу. Младенец родился нам. Нам. Это значит мне. Это значит тебе. Это значит ей. Это значит вон тому, кто сидит там, слева. Младенец родился для того, чтобы грех умер. Сын дан нам, чтобы дьявол ушел из нашей жизни. Сын Божий пришел, чтобы власть поменялась. Чтобы проклятие исчезло. Чтобы все измученные вышли на свободу. Если ты меня спросишь, какая же главная мысль атмосферы Рождества, я вижу в этом празднике торжество божественной справедливости. Я вижу в этом событии нерв Божьей ревности и любви. Я вижу в этом манифестацию Божьей верности. У Бога нет бессильных слов. Все, что Он сказал, исполнится в любом случае. у Бога не останется бессильным никакое слово. Поэтому, если какие-то откровения звучали в твой адрес, и Бог говорил, что спасутся твои родные, что ты будешь исцелен, что ты будешь процветать, ты войдешь в полноту своего призвания, и ты говоришь, когда, где, почему терпение нужно, чтобы исполнившего любовь, получить обещанное. Если Симеон дождался, дождись и ты, и ты будешь держать в руках то, что спасет всех окружающих людей. Все, что рождается от Бога, оно не умрет. Все, что рождается от Бога, оно принесет перемены. Он умножит народ Латвии. Я уже в новостях читаю слово, которое я пророчествовал в прошлом году. Ре-эмиграция, 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 вы увидите, Бог умножит народ Латвии. Наши несчастные траурные праздники поменяются, потому что Господь увеличит радость. Латыши улыбаться начнут не только на лыго, под пивом. Люди в Латвии, латыши начнут радоваться под Духом Святым, когда сила Божья и присутствие Божье будет наполнять каждый хутор, каждый город, каждое село и каждую квартиру во имя Иисуса Христа. Халлелуя! И это слово говорит, что этот народ будет веселиться перед лицом его и выбросить на свалку все тайны и все эти легенды и басни, потому что нет другого имени данного человека, которым надлежало бы нам спастись. Это имя! Это имя! Это имя! Возблагодарю его! Халлелуя! Халлелуя! Скажи, Господь, благодарю тебя за то, что ты дал мне спасение в лице Иисуса Христа. Давайте вместе скажем кое-каким и на реку-тиму имя и Бог крепкий Отец Вечности Князь мира Если на нашей стороне Такой Бог Че ты нюни распустил Че за причина Депрессии Отец Вечности на твоей стороне Князь мира С большой буквы на твоей стороне Что тебе сделает Князь мира С маленькой буквы Ничего Тот, кто в нас Не расслышал Не расслышал Дьявол не расслышал Еще раз Скажи, тот, кто в нас Больше того Кто в этом мире Потому что тот, кто во мне Он чудный Он советник Он Отец Вечности И он Князь мира Халлелуя 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 Итак, давайте мы встанем И утвердим Это откровение Все будет так Как ты сказал И мы получим все Что ты нам обещал Если какие-то откровения И пророческое слово Исполнилось Исполнится все Что он еще говорил Давайте все встанем Поднимите руки И начинайте молиться И скажи, Дух Святой Раствори это слово В моей жизни У тебя не останется Бессильным Никакое слово Все обетования в нем Да И все обетования в нем Амин Моя судьба Не зависит от того Что происходит на земле Моя судьба Зависит от того Что говорил мне Бог Халлелуя Сказал Еще раз все вместе Все будет так Как ты сказал И мы получим все Что ты нам обещал Как ты сказал Конечно Все будет так Как ты сказал И мы получим все Что ты нам обещал Так ты сказал Все будет так Как ты сказал И мы получим все Что ты нам обещал И молча Судьба И обещал Ты обещал Колодных накормить Ты обещал И сердце грех искаменить И заждущих излить Ты обещал Ты обещал На заждущих излить Ты обещал Ты обещал Ты обещал И сердце грех искаменить И заждущих излить Ты обещал Ты обещал Ты обещал Все будет так Все будет так Как ты сказал И мы получим все, что ты нам обещал Как ты сказал Все будет так Все будет так Как ты сказал И мы получим все, что ты нам обещал И мы получим все, что ты нам обещал И мы получим И мы получим все И мы получим все И мы получим все, что ты нам обещал Халлилуйя 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 что загорелась новая звезда. Они поняли. Родился царь на этом географическом участке земли. Царь иудейский. Они вычислили по звездам, и они пришли. Послушайте, волхвы сегодня бросают вызов нам. Они из другой страны. Они из другой религии. Они из других практик. Но они увидели. Они признали. И самое главное, что они принесли золото, ладан и смирно. Они пришли и поклонились. Мы хотим сегодня не только провозгласить рождение Иисуса. Мы хотим сегодня не только доказать друг другу, что у Бога не остается бессильное слово. Но мы сегодня хотим поклониться. Скажи, я хочу поклониться перед рожденным. и понимаете, что поклонение, оно всегда связано с жертвой. Поклонение без жертвы. Это пусто ритуал. Ирод хотел вычислить, где же Иисус. И он говорит, я хочу поклониться. Никому твое поклонение Ирод не нужно. Но волхвы пришли и они поклонились. Я сказал, мы знаем, начинается новое время, ты царь иудейский, ты изменишь судьбу этой страны, ты изменишь судьбу всех народов. И мы поклоняемся тебе. И Библия говорит, целый караван, целый караван разгрузился. И там было много золота, и там было много смирных и других драгоценностей. Когда Ирод хотел убить волхвов, то Господь волхвам сказал, чтобы не попасть под молотилки этого негодного императора, вы должны поменять маршрут и уходить другой дорогой. Понимаете, что такое поклонение с жертвами? Поклонение, подтвержденное жертвой перед Иисусом это гарантия нашей безопасности. Потому что и на тебя, и на меня современные Ироды они уже положили глаз. Те, кто поклоняется Иисусу, они раздражают тех, кто Иисусу не поклоняется. И между этими поклонниками и непоклонниками всегда конфликт. Но Бог Своих поклонников защищает. Он говорит, прославляющих меня, я прославлю. Мы не знаем, какой вызов бросит судьба в следующей неделе, в следующем году. Но мы знаем, что жизнь сложная, что живыми из жизни никто не выходит. И много врагов и много скорбей. И нам позарез нужна гарантия безопасности. Давайте возьмем свою жертву. Пусть это будет жертва поклонения. Как жертва волхвов. Дух Святой прошу тебя. Пусть каждый человек получит это откровение во имя Иисуса. Давайте поднимем свою жертву. Пусть она будет праздничной. Сегодня день рождения Иисуса Христа. Под конец мы споем Happy Birthday Mr. Jesus. Но что это традиция такая? Когда приходишь на день рождения, эта песня должна исполниться обязательно. Давайте возьмем жертву. поднимем ее и давайте вместе скажем мы поздравляем тебя с днем рождения. Драгоценный Иисус. Благодарю тебя за то, что ты пришел в этот мир. Благодарю тебя за то, что ты принес перемены. Ты пришел разрушить дела дьявола и отпустить измученных на свободу. Благодарю тебя люблю тебя поклоняюсь тебе и приношу эту жертву чтобы она понравилась тебе. Это Господь знак моей любви и благодарности за все то, что ты сделал для меня. Поклоняюсь тебе и славлю имя Твое ты мой Бог. Пусть слава будет в вышних пусть на земле будет мир и в человеках пусть будет благоволение. Слава тебе Иисус и прошу тебя прими мою жертву во имя Иисуса Христа. Амин. Давайте споем праздничными Пожалуйста Аширы пустите ведра по залу и в это время будем поздравлять Иисус. Поздравляем Иисус пустите Поздравляем ма пустите Местор sava Местор Поздравляем По-русски теперь говорят. Happy Dome, 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 Dome. Поздравляем. Поздравляем тебя. Поздравляем, дорогой. Поздравляем тебя. Еще раз. Можете не ошибаться, а? Поздравляем тебя. Поздравляем Тебя, поздравляем мы с Тальчизас, поздравляем Тебя, поздравляем Тебя, поздравляем Тебя. Поздравляем, Мистер Джизас, поздравляем Тебя, поздравляем Тебя. Поздравляем Тебя, поздравляем Тебя, поздравляем Тебя. Поздравляем Тебя, Мистер Джизас, поздравляем Тебя. Тебя, поздравляем Тебя, поздравляем Тебя, поздравляем Тебя. Тебя, поздравляем Тебя, поздравляем Тебя, поздравляем Тебя. Тебя, поздравляем Тебя, поздравляем Тебя, поздравляем Тебя.